спорт день за днем представляет проект территория спорта день за днем санкт-петербург северная столица российского спорта в каждом районе города есть площадки и арены которые способны удивить мы расскажем где можно полноценно тренироваться не отходя далеко от дома и от места вашей работы плавание пожалуй самый распространенный в мире вид спорта после бега ну если не считать киберспорт разумеется правда все больше и больше людей ассоциируют плавание только исключительно с бассейнами да и экологи вечно пугают мол все реки в черте города загрязнены купаться там ни в коем случае нельзя а до чистых ручьев и прозрачных озер не каждому хватит терпения добираться санкт-петербург и его окрестности одно из самых необычных мест для занятий плаванием в открытой воде с одной стороны полно водоемов всех родов вплоть до ладожского озера любимого места экстремалов марафонцев которые обожают оплывать его вокруг но это особенные люди они еще могут оплыть вокруг всей исландии например а вообще-то наверное каждый житель петербурга хоть раз до окунался в какое-нибудь озеро другой стороны коварная погода и долгая зима они так и заставляют выбрать бассейн где круглый год тепло и не дует тем не менее в городе есть несколько школ предлагающих занятия на открытой воде а летом проходят и крупные соревнования 31 июля в день в мф мы посетили все российский турнир по плаванию на открытой воде он состоялся в акватории яхтенного порта геркулес пловцы соревновались прямо у подножья башни лахта центра на глазах у зрителей которым не сложно было туда добираться от станции метро пиковая сильнейшие профессиональные спортсмены россии включая трехкратного чемпиона европы кирилла бросимова соревновались на дистанциях 5 километров кстати одинаковая длина для мужчин и для женщин полное равноправие в этом виде спорта после действующих профессионалов в дело вступили спортсмены разных возрастов которые боролись за кубок россии в категории мастерс здесь уже куда более доступные задачи 1250 метров для женщин два с половиной километра для мужчин может вам кажется что это немного но поверьте без ежедневной подготовки проплыть в открытой воде больше километра это та еще задача зрители искренне аплодировали тем пловцам кто финишировал последними в конце концов эти ребята провели в воде больше всего времени это само по себе достижение ведь это не просто вода а петербургская вода те кто стартовал утром попали под мелкий дождь позже распогодилось но остался сильный ветер поднимающий мощные волны обладательница кубка россии александра куликова призналась что иногда вынуждена была переходить с ураганного вольного стиля на более медленный брас ей просто необходимо было выглядывать из воды иначе и за волнами не было видно быков отмечающих дистанцию а так можно и уплыть в открытое море температура воды в этот день было около 18 градусов это нижний предел при котором допускается соревнования без термо костюмов однако большинство пловцов предпочли их надеть от греха подальше знаете пловцы обычно выглядят самыми здоровыми людьми в мире но их иммунитет тоже можно пробить президент с российской федерации плавания олимпийский чемпион владимир сальников сообщил нам что петербургу еще далеко до звания плавательной столицы россии но федерация постарается сделать такие турниры на открытой воде ежегодными в северной столице а чем больше турниров тем больше зрителей и тем больше участников